МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА И писательское сообщество заклеймили поэта имперцам, доказывая этим текстом, что русская культура заражена пренебрежением к Украине. А российские независимые исследователи начали подробно разбирать стихотворение, чтобы понять, что в нем соответствует тогдашнему историко-политическому контексту и общественным предрассудкам, и что принадлежит сегодняшнему чтению Бродского на фоне более чем тысячи дней войны. Сегодня вы услышите фрагменты доклада литературоведа Олега Ликманова. С начала российского вторжения в Украину он покинул Россию, сейчас работает в Америке, признан иноагентом. Запись конференции, посвященной анализу имперских образов России, предоставлена издательством «Новое литературное обозрение». Полная версия доклада опубликована на сайте издательства. Олег Ликманов начинает с лексического анализа текста. В стихотворении Иосифа Бродского «На независимость Украины», написанном, скорее всего, в январе 1992 года, ни разу не употребляется личное местоимение «я» и производные от него, зато многократно встречаются падежные формы личного местоимения «мы» и глаголы первого лица множественного числа. «Не нам, Кацапам, мы с залитыми глазами жили, как при Тарзане, скажем им, ступайте от нас, брезгая гордо нами, вашего неба хлеба нам подавись, мы жмыхом и потолком не треба, полно качать, провашить нам одно другое, больше мы, подразумеваемое, боди теряли, как-нибудь, опять же, мы перебьемся». Кто они, эти «мы», от лица которых проклинает украинцев Бродский? Не будем пока выходить за пределы стихотворения и обратим пристальное внимание на третью его строфу. «Гой ты рушник, крабованец, семечки в потной жмени, не нам, Кацапам, их обвинять в измене, сами под образами, 70 лет в Рязани, с залитыми глазами жили, как при Тарзане». Здесь Бродский, как представляется, отделяет нас стихотворение от тогдашних российских ура-патриотов. Он прямо говорит, что если вспомнить историю России и Советского Союза, то русским гордиться особенно нечем. Рязань в третьей строфе почти наверняка должна была напомнить читателям о князе Олеге Рязанском, которому традиционно инкриминируют сговор с Мамаем и Егайло за спиной Дмитрия Донского и предательство Дмитрия. А 70 лет – это, конечно, 70 лет советской власти с 17 по 87 годы, когда весь советский народ, в том числе и русский, а не только украинцы, покорно жили под ермом и не оказывали решительного сопротивления государству насилия. Соответственно, главное обвинение, которое Бродский от лица нас предъявляет украинцам – это обвинение, выстроенное в логике «дружба дружбой, а денежки врозь». Только дружбу он заменяет на общее несчастье. Процитирую финал пятой строфы. Как в петлю лезь, так сообща, Сук выбирая в чаще, А курицу из борща Грызть в одиночку слаще. В этом горьком вопросе содержится и ответ. Мы вместе пережили страшные советские годы, а теперь вы нас бросаете и ищете выгоды в союзе с Западом. В стихотворении Бродского прямо упоминаются поляки, немцы и Канада. А расхлебывать страшные последствия советского владычества представляете лишь нам. Об этом Бродский говорит не только в пятой строфе стихотворения, но и в шестой, согласно которой украинцы пытаются повернуть время вспять и сделать вид, что никакого общего прошлого у них с россиянами не было. Цитирую. «Плюнуть, что ли, в Днепро? Может, он вспять покатит, брезгая гордо нами, как скорый битком набитый, отвернутыми углами и вековой обидой». Итак, мы, стихотворение Бродского, это те россияне, которые, с одной стороны, ненавидели Советскую империю, а с другой, ставили Украине в вину, поспешный разрыв с Россией в один из наиболее драматических моментов ее истории. Если мы теперь попробуем вписать стихотворение на независимость Украины в исторический контекст 1991-1992 годов, то увидим, что взгляд Бродского был общим для очень большого количества россиян, живших как в Советском Союзе, так и на Западе. До декабря 1991-1992 года среди тех нас, от лица которых Бродский написал свое стихотворение, в отношении Украины господствовали скорее благодушные настроения. В начале 92-го года публицист Анатолий Стрелиный украинец по свежим следам вспоминал атмосферу времен поздней перестройки. Цитирую. Уже мне попадались первые секретари украинских райкомов, которые высказывались за уход из-под Москвы. А мои русские друзья? Ну что ты говоришь такое? Всегда были вместе, а теперь разойдемся. Конец цитаты. Поэтому, например, тон обращения к украинцам, взятый в статье Александра Солженицына, «Как нам устроить Россию» по сильные соображения, написанные в июле 90-го года, можно определить как ласково увещевательный. Ну и Солженицын напоминал украинцам про общее советское прошлое. Цитирую. «Братья, не надо этого жестокого раздела. Это помрачение коммунистических лет. Мы вместе перестрадали советское время, вместе попали в этот котлован, вместе и выберемся». Конец цитаты. Тем болезненнее недавние русские друзья Украины приняли 90-32% участников общенационального украинского референдума 24 августа. Не столько сам провозглашенный сначала от них зависимости Радой, а потом референдум, сколько последующее поведение Украины в отношении России. Особое недовольство вызвали у русских друзей претензии на незамедлительное создание собственной армии. Сейчас можно сказать, что создание собственной армии и ее укрепление после 2014 года помогло Украине не допустить захвата Киева в первые недели вторжения. Олег Ликманов продолжает говорить о тех демократических кругах в России 90-х, которым была близка интонация Иосифа Бродского. «Отреагировали на события конца 91-го и особенно начала 92-го года чрезвычайно болезненно. В качестве примера приведу здесь с небольшими сокращениями заметку из того же коммерсанта от 13 января 92-го года с выразительным названием Владимир Лукин нажаловался американцам на Украину». Лукин тоже соратник Ельцина. Едем дальше. Если в коммерсантовской заметке ругательная риторика по понятным причинам не использовалась, в большой статье минерального московского журнала «Столица» 9 января Минкин начинает свою статью с переосмысления «Полтавский бой». Убродского, дорогой Карл, 12-18 года. Цитирую Минкина. «Ельцин гордился своим блестским миром». Сравните Убродского в значении стихотворения с намеком на Ленина, конечно. Как говорил Картавый, время покажет. Автор статьи подчиняет украинцев в подказе от христианства и стихотворения Бродского на независимость Украины. Об украинском флаге сказано без креста. Украина заказала у канадской фирмы Канадин банкноут 1,5 миллиардов банкнотов динаминированных гривнах. Минкин пишет «Кравчук постоянный и Карбаванцев заказал. Там его канадские мастера за американские доллары украинских Карбаванцев наштампуют. Боля, я не хочу. Бродского говорится об украинском флаге с намеком на Чернобыльскую катастрофу. Если два ли не намерены спутывания флага Советской Украины с флагом Советской Белоруссии то не зелено-квитный траченный изотопом жовто-блокитный рейд над канатопом скроенный из холста знак припасла Канада». Вот она, Канада возникает. Как и Бродский, Минкин густо насыщает свою статью издевательскими украинизмами жовто-блокитный рейд над канатопом. Что же я могу сделать, когда у МНФ в парламенте такие хитрые хохлы у Бродского прощевая эти хохлы и так далее. Как и Бродский, Минкин не брезгует обстоятельными намеками. Цитирую вас на четыре кости поганца. Сравните также высказывание уже упоминавшегося нами и выше Владимира Лукина, инкрустированное в статью Минкина, которую я здесь, значит, разбираю. «Мы не позволим Украине посылать себя на стихотворение Бродского. Вступайте от нас в жупани, не говоря в мунди, по адресу на три буквы». Как и Бродский, Минкин напоминает читателям про общее советское прошлое России и Украины. «Украинский президент профессиональный интернационалист». Это из Минкина статья. «Верный Ленин с 33-летним стажем. Украинская цензура была на первом месте в СССР. Неугодные скульптуры заливались бетоном. Все, что про евреев запрещалось строжайше». Это Минкин. Главное же, как и Бродский, Минкин и другие так называемые русские друзья Украины в диапазоне от Солженицына до Ельцина мог принять и признать национальную субъектность украинцев и желание жить отдельно, своим умом, без сколь угодно дружеской и деликатной опеки старшего брата. В этой точке либерализм русских друзей Украины заканчивался и властно вступало в свои права их имперское подсознание, сформированное в первую очередь годами, проведенными в Советском Союзе. Главное же, как и Бродский, Минкин и другие русские так называемые друзья Украины в диапазоне приблизительно от Солженицына до Ельцина не хотел и, по-видимому, не мог принять и признать национальную субъектность украинцев и либерализм русских друзей Украины заканчивался и властно вступало в свои права их имперское подсознание, но и прогнозирует, цитирую, Горбачев пытался по телевизору дать ему установку на Союз. Громодяне не поддались, конец цитаты. Мы сегодня знаем цену этому прогнозу, как и тому, который сделал Бродским десятый, последний из трофей стихотворения на независимость Украины. С Богом, орлы, казаки, гетман и вертухай, только когда придет и вам помирать бугай, будете хрипеть, царапая край матраса, строчки из «Александра», а не «Брехню Тараса». Исчерпав весь набор имевшихся у него в запасе инвектив, Бродский для финала приберег самый сильный, как казалось ему, аргумент. Представленный именем главного русского поятельной воли автора запускает основополагающий для русской советской культурной памяти механизм. Раз русская культура великая, то можно прекратить игру в смирение, не нам к отца, по вранче он писал, как и смиряясь, и без тени сомнений в приказном порядке будете русские строчки из «Александра Пушкина», а не «Брехню украинца Шевченко». Роман Григорьевич Лейбов, с которым были подробно обсуждены все версии этого доклада, в письме обратил наше внимание на то, что украинский вопрос, уже начиная с 1840-х годов, представлял проблему не столько для сторонников нового национального единства, мысливших его как общеславянское, сколько для имперских западников вроде Белинского, решительно отвергавшего поэтику и тематику Шевченко. В известном письме критика Каненкова начала декабря 1947-го года поражает сходство с интонациями Бродского, легко соединяющего политические и личные выпады. Надо сказать, что упомянутые Олегом Ликмановым письмо Белинского против Шевченко настолько полно унизительных характеристик по национальности, что цитировать его не представляется возможным. Белинский оправдывает императора Николая в его реакции на антигосударственный памфлет Шевченко. Шевченко послали на Кавказ солдатам. Мне не жаль, будь я его судьею, я сделал бы не меньше. Конец цитаты. Олег Ликманов считает, что для анализа текста Бродского важно его петербургское, ленинградское, еврейское происхождение и самоидентификация. К этим петербургским контекстом с наложением на них скрытых суетом комплексом еврейских хаббит отчасти и восходит яростная, исторически несправедливая и исключительно выразительная векция Бродского. То есть важным для понимания смысловых оттенков стихотворения на независимость Украины не в последнюю очередь оказывается петербургское происхождение автора. Почвенническую линию петербургских с их любовью к земле вероятны именно мотивы воплощающих тему еды ленинградскую блокаду. Бродский надеялся во второй раз высечь сильный парадоксальный эффект из самой биографической ситуации. Сегодня очевидно, что в случае со стихотворением на независимость Украины запланированный Бродским эффект не состоялся в отличие от другого автором вероятно непредусмотренного. Проявившееся в финале стихотворение высокомерное отношение тех нас от лица которых оно было написано к украинской культуре привело к тому, что украинцы закономерно воспринимают русскую культуру как враждебную и отвечают агрессии на агрессию. В частности сносят памятника Пушкина как метки расставленные когда-то чужаками в качестве знаков русского и или советского присутствия в их стране. Впрочем непризнание нами и не только нами за украинцами право на абсолютную сепарацию от России в итоге привело куда более страшным последствиям. Мы вернемся после объявлений. Говорит радиостанция Свобода Вы слушаете первую программу Радио Свобода Говорит Радио Свобода Говорит радио «Свобода». Добрый день, говорит радио «Свобода». Радио «Свобода». Всегда вместе с вами. Стихотворение Иосифа Бродского «На независимость Украины». Анализ литературы веда Олега Ликманова. В этой части переходим к вопросам и ответам. Вопрос от филолога и литературы веда Марии Майофис. А есть какие-то свидетельства, что вот этот внутрироссийский контекст, условно, 1991-1992 года, был важен для Бродского, что он следил за этими публикациями, что он это читал. Что он читал Минкина. Если и не Минкина, то он там, скажем, газету «Понирсанты» или какую-то российскую прессу. И наоборот, второй вопрос. А что происходило в это время в эмигрантской прессе? Читал ли он ее и следил ли он за ней? Я бы сказал вот что. Мой ответ будет состоять из двух коротких частей. Первое. Я думаю, что здесь можно вспомнить Светаеву, помните, да, которая, мать ее злится на нее, что она не знает, кто такой Наполеон. И когда Светаева говорит, ну как, откуда вам я это буду знать? Она говорит, это в воздухе носится. На самом деле, я думаю, что, конечно, Бродский вряд ли читал «Живно столицы» и статью Минкин, с которой действительно поразительное совершенно количество, еще не все их привело в совпадении. И это ужасно обидно, но, естественно, Бродский и Минкин в данном случае, ну, как бы, похоже отреагировали на то, что произошло. Но думаю, что общие настроения русские были ему известны. Он этим интересовался, и про это многие-многие пишут и говорят. Я, конечно, смотрел, но мне кажется, было важно посмотреть не только иммигрантские полемики, которые, мне кажется, Бродский интересовался не очень сильно, а важно просто было посмотреть, что, скажем, писал «Нью-Йорк Таймс», потому что это газета, которую Бродский читал регулярно. В общем, как ни странно, более или менее сходные соображения в разделе «Письма». Там был такой раздел «Письмо» у них, он сейчас, наверное, есть. Все время звучали. Этого было очень-очень много. А в основном в газетах было то, что они боялись, собственно говоря, чего? Они боялись, что украинцы захотят ядерное оружие забрать себе. И вот в этот момент их это волновало, понятно, в исторической перспективе, но для нас это может быть удивительно, но в этот момент их это волновало гораздо-гораздо больше, чем какие-то там вопросы, которые для Бродского были столь актуальны. Вот. А так я думаю, что, еще раз повторяю, мне кажется, что это такое... Ну, вот это пласт тех настроений, соображений, которые действительно были очень разных людей. От Солженицына, который не был в русских газетках, правда, похожими, до, действительно, Ельцева. Вот такой огромный набор людей, которые вот так это восприняли. А Бродский, да, как такой пикейный жилет, как бы, да, в русском самоваре, вот начал рассуждать о том, кто голова, а кто не голова. Получилось, конечно, стыдно, плохо, ужасно. И, собственно говоря, это как бы случайно написанное стихотворение, да, такое, ну, как бы случайно. Оно не случайно написано, но оно... Ну, мы знаем, что оно там не печатало и так далее. Тем не менее, ну, оно очень сильно повлияло, я думаю, еще повлияет на репутацию Бродского в течение очень-очень долгих лет. Там другие главные книжки, они по-другому. Там есть про Афганистан и про Восток довольно, вообще довольно много чего, там тоже есть про что поговорить. Там довольно много про отношения к женщине и все такое. Ну, там есть и, конечно, конечно, он не... Если бы ему сказали, что он имперский поэт, я думаю, то он бы просто совершенно озверел. Но вот мне самому нравится из всего, что я написал, больше всего вот эта Гаспаровская формулировка, которая, мне кажется, здесь работает. Механизм культурной памяти. Если это вот некий механизм, который включается, и он хочет одного, а получается в результате вот этого страшного и позорного. Комментарий профессора Андрея Зорина. Он работает в Оксфорде. Я бы добавил несколько вещей. Одна, она промелькнула в вашем докладе. Это еврейская тема, необыкновенно важна. Это просто центр и нерв всего. Бабияр, антисемитизм, вот всякие вот эти вот вещи. Это просто нерв, на котором, значит, многое здесь стоит. И это важнейшая часть. И вообще без анализа еврейской идентичности внутри империи, здесь многого не понятно. Второе, в ответах на вопросы, вернее, только что вы сказали, меня немножко смутила фраза, что он бы перевернулся в гробу или что-то с ним случилось, если бы кто-то назвал его имперским поэтом. Но в какой статье он перевернулся. Вряд ли бы без испанцев, собственно, им случилось, толком узнать, что вообще случилось. Мехиканский диверситмент. Римская империя на каждом шагу. Я пасына в державы дикой с разбитой мордой, другой не менее великой, переемыш гордый. Идея, что есть в великие империи, а есть в дне, это один из нервов его поэтического видения. Совершенно не думаю, что он перевернулся. Он так себя и ощущал. И, ну вот, да, это часть его гениальности. Вот такое ощущение. Но что, мне кажется, вот во всех случаях в этом аналисе было упущено, вот там, где он чувствует, что нет, все-таки нет. Это земля, вас родила земля. И вдруг происходит этот разрыв, причем глупость и пошлость, которые в стихотворении этом есть, и вы правильно сосредоточились на последних строчках, она не связана с тем, я думаю, что он обругал Шевченко. Гениальные поэты выдержат любую руку. Кого только не ругали, самым позорным образом ничего. Это, так сказать, для больших национальных поэтов, это как с гуси вода. Пошлость там. В этой идее, что вот те герои, которые он представляет, будут скрестя край матраса Александра читать. Это такая ерунда. Это стыдно даже, как ему это пришло в голову, такое придумать. Вот он вытащил этот романтический модель. Естественно, потянувшуюся за моделью земли и гений. Земля рождает народ, народ рождает гениев, но ваш гений пожиже наш. Пока я хотел сказать, что, мне кажется, вот, кстати, еврейского, да, действительно, это очень важная тема. Довольно много про это. Я говорю, что мне кажется, что еще интересно, что от этого отчасти и идет. То есть еврей, не просто еврей, еврей из Ленинграда, переживший блокаду, вот это тоже важно. И отсюда и еда, вот эта вся, которую, как скажем, суетом в нос, которая очень много в этом стихотворении, да, вот это тоже такая штука. Я согласен, да. Нет, я скорее, понимаете, это очень трудно. Я старался изо всех сил. Вот в финале невозможно было без этого обойтись. Когда я перевернулся в гробу, конечно, я думаю, что это такая интересная тема рецепции текста, как бы, да, что когда уже оно, не поэт его написал, а когда оно начинает в самом воздухе висеть, и когда те строки, которые смотрелись так-то, начинают смотреться гораздо более страшно и гораздо более позорно. Да, мы все понимаем, что Бродский в этом уже не виноват, он умер. Но, тем не менее, ну вот, вот, если говорить совсем таким простым, языком расплатился со своей такой, ну, как бы он в конце жизни несколько попутал, разберегает, да. Он ему сказал сказать, что ему может все. Да, можно кучно писать какое-то такое страшное, да, а потом ему говорить, ну, тебе понравилось, это же хорошее стихотворение, посмотри, почему он тебе не нравится, с упорством начинает ему говорить. Хорошее стихотворение, так и здесь, да. Я такой, я могу себе это позволить. Я беру и это пишу. Как мне кажется, если включать это, он расплотился за то, что он это себе позволил во многом, да, потому что те строки, которые смотрелись так, то сегодня смотрятся просто совершенно невыносимо, невозможное, конечно. Я понимаю очень хорошо тех людей, которые там, не знаю, особенно украинские, которые перестают читать Бродскую, не разбираясь, как бы, вот, в том, в чем я пытался сегодня разобраться. Чего уж не понимать. Комментарий Андрея Зорина и ответ Олега Ликманова. Теперь послушаем профессора русской литературы Ирину Шевеленко. Она работает в Америке. Я начну с комментариев к последней вашей фразе. Бродский, конечно, не знал, что он в конце жизни, что это вот, ну, как вы сказали, в конце жизни он стал себе позволять разное. У меня такой воспоминательный, скорее, комментарий, поскольку я слушала стихотворение в октябре 92-го года в Стэнфорде, только что приехав из России, и меня так поразило тем, что оно абсолютно не отвечало моему ощущению всего. То есть вот эта вот задетость, этот уровень эмоциональной задетости, который я чувствовала в Бродском и которого совершенно не было у меня. Может быть, потому что я не читала журнал «Столица», и для меня это был как раз текст, написанный человеком очень-очень далеким от ситуации в постсоветской России в 92-м году. Но то, что очень коротко потом так получилось, там мы где-то сидели пили пиво, там было много народу, и я спросила, а почему, это было последнее стихотворение, которое он прочитал на чтении, а почему вам не нравится, что Украина не зависит? Ну, мне было 24 года, я была совсем маленькая. И он начал тоже говорить ужасно эмоционально о том, как много для русской культуры дала украинская культура, в смысле украинская земля, и что поэтому как плохо, что мы теперь, верю, что эти нарративы расходятся. То есть для него это был как раз вопрос расхождения нарративов вот в этом непредсказуемом будущем, но также на нарративы идут в прошлое. То есть так я поняла его ощущения. И для меня как раз удивительно, что вообще весь этот предмет обсуждается как уход Украины куда-то. Мы же помним политические обстоятельства совершенно иначе, но это было соглашение о том, что все-таки сараспадается. Но единственное, что я помню тоже как человек тогда бывший, живший и что-то читавший, это как раз ощущение в России, что это мы вам подарили свободу, а вы теперь говорите, что это вы независимы. То есть вы присваиваете нашу победу. Вот эмоция, которая была у людей, скажем так, в том кругу, который я помню, на исходе 91-го, в начале 92-го года. Я не знаю, была ли она знакома Бродскому, насколько широко она была распространена и насколько Бродский как бы реагировал на нее. Явно у него какие-то другие, что у нас общий исторический нарратив, который теперь станет необщим, мы начнем его делить. И в общем, это то, что происходит. Я бы очень коротко две вещи сказал. Первое, что я бы сказал, что, конечно, реакция... Я довольно много, то есть я сидел и просто вот газеты пачками и журналы этого времени русские и американские, и разные, и эмигрантские читал. Конечно, все не сводится к реакции возмущения. И были очень разные позиции, разные люди очень по-разному высказывались. Ну, например, анекдотическое подробность одним из самых либеральных, одним из самых удивлявшихся вот этой реакции, подобной реакции Бродской был Максим Юрьевич Соколов, который в журнале «Коммерсант власть» все время иронизировал над Ельцином, иронизировал над Лукиным и писал, что вообще Украину давно пора отпустить, вообще что за ерунда, безобразие. Сегодня об этом странно, как бы, да, ну, удивительно, знаю, эволюцию этого человека говорить, но это так. Вот я с удивлением это увидел. Что касается «Вы бы подарили свободу, а вы...» Ну, да, конечно, про это, собственно говоря, ну, просто про это он прямо просто пишет на самом деле, что когда он говорит, что «Плю Днепрома, что он спять покатит», да, «Брезгой горды нами», это вот про это как бы, правда же, по-моему. Мы вместе с вами были, вы такие же, как мы, чего-то изображаете, как будто советской истории нашей вообще не было. Он просто прямо практически про это здесь говорит, по-моему. Олег Ликманов, анализ стихотворений Иосифа Бродского на независимость Украины. Мы же закончим началом этого стихотворения, которое звучит, как мрачное пророчество. Дорогой Карл XII, сражение под Полтавой слабо проиграно. Как говорил Картавый, время покажет Кузькину мать руины, кости посмертной радости с привкусом Украины. Это была радиоверсия подкаста «Станция Вавилон». С вами была Елена Фанайлова. Слушайте нас на платформах SoundCloud и Apple Store в Ютьюбе. Ставьте лайки, оставляйте комментарии. Подписывайтесь на Фейсбук, Инстаграм и Телеграм-канал «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на Ютьюб-канале «Радио Свобода.Лайф». Радио Свобода на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках. Ютьюб-канал «Радио Свобода.Лайф». Твой Ютьюб обретает знакомый голос. Преступления и война. Боющие армии не должны употреблять такой вид оружия, когда они ведут боевые действия в населенных пунктах. Здравствуйте. С вами Александра Вагнер. Я рассказываю о том, как люди собирают доказательства военных преступлений, как наказывают виновных и почему вообще возникло международное право, позволяющее жертвам насилия на войне искать справедливости. Слушайте подкаст «Преступления и война» на всех платформах подкастов. «Радио Свобода.Лайф» «Радио Свобода.Лайф».